Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8.33 в Викторинбурге, радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. С вами доброе утро, друзья. Да, доброе утро. Лето приближается, лето время путешествий, приключений, вакейшн, детейлинг и прочего, прочего, прочего. Типа того, да. С нами на связи эксперт по туризму Наталья Аборина. Наталья Владимировна, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Да. Мы сегодня поговорим о том, как отдохнуть бюджетно, на чем можно сэкономить путешественникам. Ну, по крайней мере, постараться. Да, смотрите, просто вчера еще попалась на глаза вот какая информация. Значит, проценили вчера среднюю стоимость поездки к побережью Краснодарского края и отдых за границей. И вот, например, отправиться к Черному морю нашей страны стоит в мае 29 тысяч рублей на человека, а отдых в Турции, например, 71 тысячу. Правда, мне еще это кажется, что цифры очень подозрительные. С Турцией я еще худо-бедно соглашусь, а вот с Краснодарским краем вообще никак. Кажется, дороже. Да. Что скажете? Давайте прокомментирую. Я тоже видела эти цифры, опубликованные. Ключевое слово – в мае. То есть делать публикацию 28 мая о ценах в мае. То есть предложить нам к вами завтра-послезавтра поехать путешествовать в Сочи. Я думаю, что вы найдете за 29 тысяч несертифицированный гостевой дом, частный сектор, где-нибудь в хост, хоста там, где-нибудь, ну, что-нибудь в лоу. Во-первых, холодное еще море, ну, для детей, если говорить. То есть понятно, что взрослые наши уже купаются с апреля, особенно северные уральские люди, которым терять уже нечего, им надо купаться. В общем, спорные эти все моменты, то ли теплое лето будет, то и холодное, то ли высокие цены, то ли низкие. Но есть определенные такие алгоритмы выбора тура и, самое главное, планирование поездки. Вот больше всего денег наши с вами слушатели потратят на хаос, на спонтанность, на ЭГГ. Да, то есть сидели в субботу на даче два соседа и говорят, о, слушай, у меня вообще работы нет, я безработный, так устал, хочу в тепло. Давай прыгнем на машины, ну, вот как доедем, так доедем, все равно дешевле, чем самолеты, у тебя жена двое детей, у меня жена две собаки. Погнали. И вот они садятся и погнали. Приезжают в Туапсе, нет мест. Приезжают в Геленджик, нет мест. Ну, вернее, есть места, но это, опять же, частный сектор, что вы будете кушать, где вы будете жить. То есть вот эта спонтанность проверена. Самый дорогой отдых по России. Понятно. Самый главный призыв к нашим слушателям – это заниматься организацией туров. Конечно, как представитель туристического бизнеса, директор туркомпании, я хочу сказать, идите к нам. Прямо скрытая реклама. Скрытая реклама. Второй вариант – не идите к нам, берите листок бумажки, потратьте время, включите компьютер, поспрашивайте у друзей и спланируйте ваш отдых. Заранее спланированный отдых может принести вам существенную экономию. Заранее спланированный отдых на осень еще больше существенно сэкономит вам средства. Когда самые высокие цены, и это можно даже не читать, не смотреть, верьте на слово или проверьте на своем опыте, в августе. Особенно даты с возвращением к школе. Все поезда и все самолеты, которые будут возвращаться в Екатеринбург 24, 25, 26, 27, 28 августа, они будут по самым дорогим ценам и по самым дорогим условиям продаж. Почему? Потому что это высочайший спрос. Ну, соизмерим только еще с вылетами 28-29 декабря или 2-3 января. Ну, школьники, понятно. Конечно. Все хотят вернуться в школе. Причем вы можете улететь в Турцию на 7 дней, можете на 10 или в Сочи. А можете жить там все лето, потому что у вас там домик в горах, но возвращаться вы все равно будете к школе. То есть лишать ребенка праздника вот этих бантов, гольфа и первой линейки многие не будут. Понятно. А еще нужно... А зря. Поэтому, да, вот если можете избежать эти даты, просто избегайте эти даты. Если не можете, если у вас заранее подписанный отпуск, вы там военнослужащий или вы государственный служащий, то тогда первый совет, смотри выше, такая стрелочка, смотрите совет выше. Планируйте все заранее. Изучите ценность, планируйте даты и проверьте... О, еще один совет. Проверьте цены, помогите турфюмам стать лучше, проверьте их, проверьте себя, узнайте, где дешевле, заложите бюджет, но предварительно попробуйте самостоятельно составить бюджет. Вот этот вот звонок в турфирму из раздела «Мне что-нибудь подешевле и получше», и мы начинаем выжимать цену, то ли у вас дешевле 100, для кого-то дешевле 100 на пятерых, а для кого-то на человека 350 нормально. Вот что для вас подешевле? Поэтому выберите такой бюджет, ну там 250 тысяч и больше мы не готовы. Соответственно, первый совет, планируйте свою поездку, и лучше, если вы ее сможете перенести на восемь. Можно попутный вопрос. Есть такое в туризме, в профессиональном, такое словосочетание, которое называется раннее бронирование. Что такое раннее? Раннее это на сколько? Насколько, да, раньше? Раннее это за три месяца. То есть сейчас идет раннее бронирование сентября-октября. Понятно. Вот это выгодные цены, еще лучше раннее бронирование начала декабря, самые лучшие цены. Но у нас задача была с вами проговорить про лето. Да, понимаю, понимаю. Лето это маленькая жизнь. Да, поэтому раннее бронирование, сейчас открыто раннее бронирование на Таиланд, на сентябрь-октябрь, на Вьетнам, на Объединенные Арадские Эмираты, на Турцию октябрь-ноябрь. Но мы все-таки будем говорить, наверное, про раннее бронирование. Мы сейчас уже опустали. Давайте еще один момент все-таки. Три месяца и больше или три месяца вот это предел такой получается? Да нет такого понятия. Сейчас слово раннее бронирование по массовые направления на Крым, на Краснодарский край, на Турцию, на Египет, сейчас раннего бронирования нет. Сейчас мы бронируем все лето, это уже, честно говоря, позднее бронирование. Раннее бронирование в феврале, марте, на июнь, июль, вот это супер выгодно. Это цены на 30% дешевле, чем сейчас. Понятно, хорошо. Поэтому сейчас бронируем по фразе раннее бронирование октябрь-ноябрь. Понятно, хорошо, разобрались. Так, есть еще одно понятие горящие туры. Как они вам? Любите горящие туры? Слушайте, я так понимаю, что пытался есть. Дело в том, что в интернетах несколько сайтов, которые вроде как позволяют купить горящие туры. Но когда начинаешь разбираться, ты понимаешь, что подгорает не у тебя, а у компании, во-первых. Ей надо избавиться. Да, ей надо избавиться. А во-вторых, там туры с совершенно четкими заданными параметрами. То есть стоит чуть-чуть отклониться от этих параметров. Ну, например, там день вылета или количество вылетающих, да, и так далее. Как тур перестает быть горящим уже по цене? Павел, вот в эту минуту я вас разлюбила сразу не всегда. Вы мою фразу заготовленную украли, но я тогда попробую ее перефразировать. Значит, горящие туры, это, как правило, не ликвид. Это, как правило, до вас кто-то это уже не купил. Вот если вы покупаете за, ну, например, через месяц, вот вам вылетать в июле, то есть это кудочка такая. И вдруг горящий тур. И вы такие, ба, все цены там 200 тысяч, а тут что-то такое же, тоже Турция, тоже 5 звезд. И ба, стоит на 30-40% дешевле. Конечно, надо брать. Это не ликвид, связанный с остатками, знаете, по реализации. Вот если примитивно по магазину, вот три сорта колбасы. Два сорта колбасы раскупили, а один лежит и лежит, и лежит, и лежит, и никто его не берет. Вот вроде он не намного хуже, но почему-то его никто не берет. Вот то же самое происходит с горящими путевками. Есть отели, которые тоже 5 звезд, тоже на берегу, первая линия. Но, например, он не реновировался 5 последних лет. То есть рядом будет стоять новенький отель по цене 200 тысяч, но через забор от него будет отель по разным причинам. Либо размыло пляж, либо не дошли руки, либо поменялся собственник, либо не успели сделать ремонт, либо вообще идет ремонт. То есть у нас есть отели, вот в Турции я посмотрела, первый, второй этаж отремонтировали, заселяют туристов. На четвертом, пятом и шестнадцатом идет отделка помещения. Как вам нравится? Да. Смотрите внимательно. И что такое горящий тур? Почему эта цена дешевая? Значит, отель не заполняется, либо раз он поздно открылся, или был ремонт. Ну, уточняйте вот эти нюансы. Обязательно при горящих турах. И точно акцент на датах. Вот Павел прямо вот снял с языка фразу, что чуть стоит подвинуться не просто в дате, а, например, во времени вылета. То есть самые дешевые туры, они всегда в ночь. То есть это вылет будет 23.00, час 15, 2.10. Вот такой будет вылет. И вы, например, говорите, слушайте, у меня маленький ребенок. Можно мы полетим утром? Та-дам! Ровно эта же цена будет на 30-40% дешевле. Вы просто подвинули удобное для вас время. Вот это особенности горящих туров. Ну и плюс еще нужно учитывать еще один момент, наверное, что когда вы прилетаете ночным туром, вы прилетаете, например, в место прибытия в 6 утра, а заселение у нас в 3 часа дня. И вам что-то, например, делать. В 2. Заселение в 12, заселение в 2. То есть вы либо на месте доплачиваете заранее заселение, но бывает и такое, что ни за какие деньги мира вас в принципе не могут поселить. То есть будут ждать, пока выселятся предыдущие туристы, 2 часа берут на уборку номера, и только после этого. А еще приоритеты будут маленьким детям, это раз. То есть приоритетно будут заселяться семьи с маленькими детьми, дальше пожилые и взрослые люди, и только потом вы здоровые и красивые, потому что, собственно говоря, можете на пляже поспать. Я хотела рассказать еще про одну акцию и опцию в туризме. Она как-то меньше умалчивается. Она вроде как не раннее бронирование и не горящий, не ликвидный тур. Она называется «Покупка в последнюю минуту». То есть никогда нигде мы не употребляем это, знаете, таким заголовком. Горячие туры – раскрученный бренд, раннее бронирование – раскрученный бренд. А вот «Покупка в последнюю минуту» – это, знаете, для людей, которые принимают спонтанное решение. То есть вот у меня есть 4 дня, и у меня есть 100 тысяч. Я устал так, что мне нужно просто куда-то вырваться. Вот это называется «Покупка в последнюю минуту». Вот здесь привязка не к тому, что вы хотите выбрать, и выберите вы отель, а здесь привязка к жестким финансам и срокам. Вот в этом случае не стоит капризничать. Доверьтесь турагентам или доверьтесь себе своей интуиции. Смело бронируйте такие туры, но понимайте, что они будут у вас сегодня на вылет завтра утром. То есть это уже не относится к горящим турам. Они могут быть, могут не быть, раскупаются быстро, в последнюю минуту. А вот когда вы являетесь заложником ситуации, обращайте внимание еще и на бронирование в последнюю минуту. Тогда нужно выбирать отели с фразой на мгновенном подтверждении. И такие отели есть у каждого туроператора в сети, в интернете. Туристы могут зайти на сайт туроператора посмотреть. Если стоит зеленая звездочка, написано на мгновенном подтверждении, вы существенно сэкономите на а, времени формирования поездки, и б, на деньгах. Так, давайте бежим дальше. Значит, на чем еще можно потерять на отдыхе? Знаете? Давайте предположим. Ну, потерять или сэкономить? Нет. Вот давайте вы приехали с кучей денег, и где больше всего вы оставите денег. Давайте так. Ну, наверное... Не потерять, давайте оставить. Оставить. Наверное, на питании. Или в магазинах, которые ушли из России. Павел! Я зачем готовилась к эфиру? Конечно. Вторая, первая по трате – это авиаперелет. То есть это 50% всего отпуска, всей поездки, если вы пользуетесь самолетом. Если вы можете... Если расстояние порядка тысячи или 1200 километров, ну, например, из Екатеринбурга вы на Волгу, или, например, из Екатеринбурга вы на Алтай, то можно воспользоваться как альтернативный вариант поезда. Да, может быть жарко, да, может быть плохой сосед, да, может вы устанете, но это существенная экономия семейного бюджета. Рассмотрите варианты, например, до Волгограда, до Самары, до Казани, можно легко добраться поездом, если мы говорим южное направление. Еще вариант – можно даже в Крым и в Сочи добраться поездом, если, например, через Москву. Наш поезд идет два с хвостиком суток, а через Москву – сутки до Москвы и 18 часов от Москвы. Тоже как вариант. Да, может быть неудобно, может быть там пересадки разные, ЖД-вокзалы, но если мы говорим про экономию, это экономия. Самый, конечно, экономичный вариант – сядьте за руль и поедете на машину. Но он не всегда самый экономичный, потому что если ехать далеко, придется где-то попутно останавливаться, заправляться, питаться и так далее. Заправляться, слушать. Этот вариант выгоден, если у вас, а, большой автомобиль, большая семья, то есть если мы, например, берем на Сочи авиаперелет 25 тысяч, мама, папа и двое детей 25 на 4, будьте любезны, соточку просто оставьте на авиаперелете. Хотя если вы поедете на машине, вы потратите больше дней, то есть если не гнать, если делать остановку, если заранее, смотрим первый пункт сегодняшнего эфира, если заранее спланировать отдых, спланировать остановки и превратить это не в гонку к морю, а превратить это в путешествие с детьми по просторам России, то есть запланировать остановку в Казани, например, там заночевать и показать детям Казань. Следующая остановка, например, в Волгограде. В общем, первая статья формирования бюджета отдыха семьи это авиаперелет. Дорого, экономьте на ЖД и на автомобиле. Вторая статья бюджета, это, конечно, питание. Если есть хоть малейшая возможность взять пакет по России, за рубежом в Турции, в Таиланде, неважно, по программе двух, хотя бы двух раз, чтобы у вас гарантированно был завтрак и ужин, и вам не нужно было стоять в очередях, в ресторанах, бронировать кафе, оформлять доставку, очень дорогая доставка стала по стоимости на территории Краснодарского края. Особенно есть повышенный спрос, и получается, что вы за те же самые продукты, молоко и творожок можете переплатить порядка 30%, потому что доставка всё это съедает, пробки, дороги, народ и всё остальное. А учитывая то, что это жаркое направление, тёплое направление, продукты ещё и могут испортиться, если они будут долго находиться на дороге. Поэтому, если есть возможность взять питание, завтраку берите. Если есть возможность взять трёхразовое питание, берите. А если вам посчастливится найти турецкий отель, в котором нет питания, всё включено, можете чуть-чуть сэкономить. Действительно, в Турции есть питание, завтрак, ужин. Мы просто привыкли к всё включено. Я вообще радую за такой, знаете, полный пакет отдыха, если вы планируете за рубеж, неважно, Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам и Эмираты. Если есть возможность все деньги в российских рублях заплатить на территории Российской Федерации, сделайте это. Как бы нам не говорили, что заработала карта МИР, как бы нам не говорили, что где-то там какие-то платежи вдруг принимаются. Вот я сейчас вернулась из Турции. Вдруг у меня заработала одна из карт одного из банка. Заработала, деньги даже списались. Ну, а потом заблокировался счёт. Как он говорил. Красота. У меня потратилось два дня на то, чтобы приехать сюда, его разблокировать и сказать, как это у меня получилось, эту карту вообще куда-то приложить. Поэтому особенности, путешествуете с детьми, подстрахуйтесь по питанию, продумайте, где и как вы будете кушать, сколько примерно средств, денег уйдёт из семейного бюджета на ваши фантазии, на тему сегодня в одном ресторане, покушаем завтра в другом. Ещё в мае и в начале июня на побережье Краснодарского края можно экспериментировать, можно посещать разные рестораны. Когда случится пик посещаемости этого региона, это будет с 15-20 июня, когда большинство детьми закончится отработки школы, экзамены и всё остальное, и завершится примерно там 25-30 августа. Вот в этот период во все рестораны нужно делать предварительно бронь, особенно если рестораны раскручены брендово известного шеф-повара, либо прикрепляться к какому-то кафе, но тогда будьте осторожны с качеством еды. Опять же из-за того, что ярко, опять же из-за того, что... Дальше. Значит, первое, перелёт сказали, питание сказали, проживание. Так. Не знаю, что вам сказать про проживание, а самый экономичный вариант ехать на машине, спать в машине, ехать на машине, брать с собой палатку, ехать на машине, запросив у кого-нибудь из знакомых ключи от квартиры в Анапе. Я прям массово слышу, ой, у меня друг на работе, у него там бабушка, бабушка приехала сюда, всем передаёт ключи, сущие безделицы, какие-то там 12 тысяч в сутки, и вы живёте в однокомнатной хрущёвке в районе Анапы. Проконсультируйтесь, посмотрите, изучите, зайдите в гугл, посмотрите, где этот дом, пятиэтажный он, старый, новый, сколько метров до моря. Да, дёшево, но может случиться так, что вам негде будет парковать автомобиль, на море вы будете ездить на такси, а ещё с вами круг, надувной матрас, горшок для ребёнка и немножко детского питания. В общем, всё это вот не пускайте на самотёк. Вот так я бы сказала. Дальше. Какая ещё статья бюджета нас ждёт? Таксисты. Да. О, да. Что знаете? Что знаете про южных таксистов? Они любят... Они не пристёгиваются, любят взять как-нибудь ещё кэшем дополнительно к тому, что рассчитал тебе агрегатор. В некоторых, кстати, в некоторых районах я прям слышал, что работают наши обычные агрегаторы такси, но таксисты на них плевали. То есть и берут кэшем, и правила не соблюдать. Всё, что угодно. Павел, давайте я вас попрошу в следующий раз, в следующий четверг не готовиться к нашему эфиру. Я не готовился. Вы не готовиться. Неприятный человек, Павел. Согласен. Да. Действительно, таксисты — это особая каста подкаста. И все вот эти юморески на тему «Так-то у меня строительная компания, так-то я дома строю и немножечко таксист», во-первых, они говорят безумолку, во-вторых, они утомляют вас, и в-третьих, это вот возможность вас ограбить. То есть если вы не забронировали автомобиль заранее, если вы не вызвали его Яндекс, а даже если вызвали Яндекс, то предварительно договаривайтесь о цене. Были случаи, когда люди не ожидали такой, то есть им сказали вообще недорого, они прилетели в Сочи, поехали в Красную Поляну, приехали и треть своих средств были вынуждены заплатить за этот трансфер, потому что он был ночью в темноте, жена уже паниковала. Как мне сказал турист, он говорит, он точно обладал какими-то техниками НЛП. То есть он настолько заговорил двух взрослых человек с двумя маленькими детьми, что они выложили ему за трансфер 25 тысяч. Кошмар. Кошмар. Вот. Поэтому, или не выбирайте ночных рейсов, или заранее заказывайте такси, можно позвонить в службу такси, вип-такси, не вип-такси, эксономка, можно заранее заказать автомобиль, заранее платить это по безналичному расчету и не надеяться вот на этот самый неорганизованный трансфер. А еще лучше заказать этот трансфер через отель, а ребята ехали в дорогой отель. То есть ума им хватило отель забронировать заранее, а узнать, что в отеле есть трансфер, и они могут заплатить эти деньги через отель, они не подумали. В общем, транспорт. Транспорт, транспорт, транспорт. Следующее, где нас подкаруливают, где мы можем потерять с вами деньги. Ребята, это мобильная связь. О да, о да. Сталкивались с этим? Нет, потому что подготовился. Да, ведь можно взять у одного из операторов опционочку. Да, да, то есть об этом. Мы возвращаемся к началу нашего разговора. Планируйте, планируйте все. Да, это, знаете, я вам сейчас расскажу такой опыт Турции. Вначале он меня немножко раздражал, а потом я поняла, что в заботе о туристах это благо. То есть у нас был рекламный информационный тур, мы посмотрели за 8 дней 51 отель. 51 отель за 8 дней. День прилета, день отмета убираем. В среднем мы смотрели 7-8 отелей с огромными, новые, старые, отремонтированные, реновированные. Вот, и раньше, как это было. То есть мы приезжаем в отель, заходим на ресепшн, пока нас Gast Relation встречает, мы брали в руки телефон, быстро подключались к Wi-Fi, потому что мы смотрели дорогие отели, и там быстро все это летало, и отправляли сообщения домой, либо видео, которые предварительно сняли. Мы заходим в один отель, нет Wi-Fi. Мы заходим прямо на ресепшн, я подхожу, говорю, да раздайте Wi-Fi, он такой, нет Wi-Fi. На второй отеле и на третьем отеле я написала партнерам, и я говорю, будьте любезны, объясните, что происходит. И он мне рассказал очень важную фразу, запишите, запомните, расскажите всем друзьям. Турция провела исследование, ну, или там анализ, или статистику прошлого сезона, и оказалось, что взломы личных страниц, кража персональных данных происходит именно через Wi-Fi в отеле не проживающими людьми. То есть забегает какой-то человек попить кофе, и он оказывается чисто случайно врагом, он там хатер, он начинает это... Да, мошенником, классное слово. Поэтому в защиту своих туристов, в защиту интересов своих клиентов турецкие отели Wi-Fi раздают при заезде, когда вы им сдали паспорт раз, при указании вами электронной почте и мобильного телефона действующего, который они прозванивают прямо сразу, и только после этого вам выдаются ключи, номер комнаты, и после этого вам дается индивидуальный пароль Wi-Fi. Как вам нравится? Ну, это резонно. Это имеет смысл. То есть Wi-Fi работает везде. На пляже, в кафе, в радиусе даже там 100 метров, если вы отошли от отеля. То есть жители и посетители отеля, они классно, они с Wi-Fi. Но чужаки, забежавшие, посмотреть нам тут отель недолго за 45 минут, у них этого доступа нет. Понятно. И когда я поняла сама и рассказала турагентам, то это огромный плюс для наших туристов. Конечно, можно мобильные связи не подключать, если вас жизненно необходимы. Не дикие деньги. Это не дикие деньги. Да, да. Можете быть на Wi-Fi, но в принципе у меня недельное подключение стоило 3000 рублей. Ну, вот так же. У меня 10 дегов было и ни о чем я больше не думала. Спасибо большое. Спасибо огромное. Наталья Аболина с нами на связи была, эксперт по туризму. Говорили мы о том, на чем можно в отпуске сейчас, собственно говоря, сэкономить. Но все равно не получится. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно. Можно слушать три вещи. Похвалу начальства, Шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.